Привет, дорогие друзья! Снова с вами Замбероз. Сразу скажу, жив целый орёл, со мной ничего не произошло. Просто надо было остановиться, осмотреться, оглядеться. 2042 выбил меня из привычного течения жизни. И мне надо было просто передохнуть. Поэтому мы потихонечку сейчас будем возвращаться в старую колею и будем делать ролики, стримы, как обычно. Ну а сегодня мы с вами поговорим о сливах Тома Хендерсона. Если им верить, то Дусе всё. Если быть честным, я рад этому. О, боже, он это сказал, что он рад закрытию студии DICE, которая подарила самый лучший в мире проект под названием Battlefield? Да, потому что DICE Швеция со времён Battlefield 3 не сделала ни одной нормальной, законченной игры. Мы не берём в расчёт DICE LA, а не же Ripple Effect, которые постоянно доводили то, что производили шведы в какое-то, ну, более адекватное состояние. Что в некоторых случаях даже можно было сказать, а гразывается Battlefield 4, крутая игра. Потому что первые два года жизни этой игры в неё играть было невозможно. Поэтому то, что DICE всё, это, наоборот, хорошая новость для всех нас. Я надеюсь. Ну а вы, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репост братюням и в комментариях напишите, а какие ваши впечатления вообще от этого слива, что DICE прикрываю. Мне будет интересно почитать. Ну а мы начинаем. А, я не могу в это больше играть, а? Что я сделал? Я своей тягой спалил кресло. Я, это ты, из далёкого будущего 30 ноября 2021 года. Меня отправил Джон Корр... Короче. MSI запустили акцию «Чёрная пятница». Скидки до 60% на мониторы, десктопы и креселки. Зацени, какое кресло я урвал. Это Maxi H-130. Главная фишка этого кресла – покрытие. Рэпл-Тек. Покрытие не боится воды. Оно его отталкивает. Особенность технологии заключается в том, что оно не царапается. Белкин, поцарапай покрытие. Особенность покрытия в том, что оно не царапается. Газлифт четвёртого класса и стальная крестовина выдерживают до 150 килограмм. А если ты не успеешь заказать кресло на Чёрную пятницу, то до 5 декабря на сайте ДНС скидка на все кресла компания MSI. Успей заказать по ссылке в описании. Зомби, ты что делаешь? Как что делаю? Заказываю. Ты что? Ты нарушаешь пространственно-временной континуум. Ты должен был заказать через... Ну ладно. Он что-то оставил. Ой, какое кайфовое кресло. Оно прекрасно. Начнём с первой ласточки. Главный дизайнер студии DICE Фавзи Масмор. Он покидает студию DICE. Его уникальный талант стоял за такими играми, как Star Wars Battlefront 2, Battlefield 5 и Battlefield 2042. Эти проекты для него были первыми AAA играми. До этого он делал каких-то паней, он делал что-то по ледниковому периоду, всё это на мобилочке и даже для Фейсбука сделал какую-то игру про... Интересно, это является частью какой-нибудь запрещенной организации на территории Российской Федерации? Но повышение, конечно, у человека было знатное. Представляете, вы делаете мобильную парашу, являетесь ноунеймом, работая в корпорации Activision, делая для них какой-то кэнди-крэш. Вы увольняетесь, переходите в Electronic Arts, и вас сразу сажают на руководящую должность. И причём не просто руководящую должность, а в ведущей студии, которая делает главный AAA-шутер компании Electronic Arts. И в то же время Electronic Arts нанимает Винсента Зампеллу, родоначальника серии Call of Duty, человека, который сделал популярным Medal of Honor. И такие, блин, ты будешь руководить студией, которая не разрабатывает своих игр, а просто делает патчики и дополнения для игр студии DICE. Хэт-хантинг, менеджмент, от бога, мне кажется. По словам этого главного дизайнера студии DICE, он во время разработки 2042 нашёл работу мечты. Договорился с главой студии DICE и такой, типа, «Ну, я доделаю игру и уволюсь». Вот он доделал игру и уволился. И это никак не связано с провалом Battlefield'а, как в продажах, так и в оценках пользователей. Просто, понимаете, он начальник дизайна дела игры. Если мы говорим про визуальный дизайн, дизайн там 10 из 10 выдержан в лучших традициях почти постапокалипсиса. Если что, у нас там по лору игры, мир, катится в тартерары, вечные климатические проблемы, все государства развалились. А в игре мы видим стерильные улицы Сеула. Как будто только сегодня там Собянин отправил 250 поливалок, поменяли брусчатку, поменяли поребрики, бордюры, всё поменяли. Вот такой вот у нас постапокалипсис, климатические проблемы. Да, в суперстерильных картах 2042. Или та же карта Возрождения, где типа да, пустыня, да, типа оазис. Но насколько всё стерильно. Как будто люди ушли такие, о, пацаны сейчас прилетят сюда, чуваки будут стреляться, давайте мы уедем, а потом вернёмся и продолжим выращивать свою картоху. В Египте, которая типа исчез как государство. Ну да, дизайн 10 из 10, как вы понимаете. Дизайн техники тоже 10 из 10. Вместо того, чтобы нарисовать реально какой-нибудь футуристичный для Америки танк, они взяли Абрамс и нацепили башню от Меркавы. Выглядит футуристично. А если он руководил дизайн-отделом, который занимается за геймдизайн, то окей, может быть, я не прав, и да. Там тоже претензий нет, ведь же система специалистов это такая инновационная механика для мультиплеерных шутеров, которая всего лишь появилась 7 лет назад в Overwatch и в Black Ops 3. Но в целом, как говорится, скатертью дорожка. Я думаю, что на самом деле вот эти все разговоры о том, что я нашёл работу мечты, и я доделал игру, и уволился, это всё хорошая мина при плохой игре. И вы сейчас поймёте почему. Потому что Том Хендерсон на днях слил информацию о том, что начиная со следующей недели у нас произойдёт по факту распуск студии DICE, который будет сделан по методике студии Criterion. Если вы думаете, что современный Criterion, который сделали Star Wars Squadron, космические баталии в Star Wars Battlefront 2, сделали Firestorm, Battle Royale, Battlefield 5, если помните, такой когда-то был. Эти люди не имеют вообще никакого отношения к тем людям, которые основали студию Criterion, которые делали Burnout 3, Burnout Paradise, Burnout Revenge, Need for Speed Hot Pursuit 2010 года, прости господи, Need for Speed Most Wanted 2012 года. Вот это абсолютно разные люди. И то, что сейчас мы имеем под видом Criterion, по факту Criterion не является. Просто у них осталась вывеска. После невыпущенного Most Wanted 2, который должен был продолжать историю Carbon и Most Wanted, если кто не знал, вообще-то Criterion реально делал для продолжения Most Wanted, но Electronic Arts настояла на том, что вы как-то долго делаете, и вообще нам надо побыстрее выпустить новый NFS, а все и так рады названию Most Wanted, поэтому просто запилите нам Burnout Paradise с реальными тачками, что им и пришлось сделать. Из-за этого Фиона Спери и Алекс Уорд, основатели студии Criterion, авторы идеи Burnout'а, просто взяли и покинули студию на фоне вот этих внутренних разногласий между менеджментом Electronic Arts и студией Criterion. В свою очередь Electronic Arts весь оставшийся персонал студии Criterion взяли и перевели в новую созданную студию Ghost Games, которую делали уже последующие NFS. А потом заполнили Criterion какими-то ноунеймами, которые нам подарили огненное очко Battlefield 5, и вот непонятные игры по Звездным Войнам, которые толком и ничего и не собрали. По словам Тома Хендерсона, именно по такому пути пойдет студия DICE. То есть у нас выкинут из студии DICE абсолютно всех, но оставят название. Но мне кажется, что они, конечно, оставят там пару лиц, например, Ларса Густавсона, нашего отца Battlefield. Но он по большей части лицо франшизы Battlefield и не является уж давно полноценным разработчиком. Он просто клевое лицо, которое типа выходит и говорит РОЯЛ! Но у меня есть один вопрос к компании Electronic Arts. А почему только сейчас вы этим занялись? Почему вы не расформировали студию DICE после релиза мертворожденного Battlefield 4, который был неиграбельный, он не работал как должен работать на релизе? Понятное дело, что DICE LA из этого куска непонятного поломанного кода сделали такую конфетку, которую смело можно называть одним из лучших Battlefield. Но потом, что у нас происходит, выходит Battlefield 1, который пустой, спорный, и вообще в нем не все так было хорошо. Зато он хорошо продался. Но опять же, на релизе эта игра была мертворожденная. Онлайн умер в течение месяца-двух, потому что контента в игре не было. И по факту, опять же, DICE LA, они же Ripple Effect, вытянули эту игру. Да, там были косяки с дополнением Волны Перемен и Апокалипсис, но в целом DICE LA вытянули игру, вернули механики, которые были вырезаны шведами. Например, ну, система специализации класса, которые всегда были там, начиная с Battlefield 2042. Это некий аналог перков из Call of Duty. Они это все вернули. Но шведы просто выпустили недоделанный Battlefield 1, который очень атмосферный. Вот художникам респект. Вот они молодцы, но с технической точки зрения, с точки зрения геймплея такого там идеала не было. И после этого, да и с чего, выкидывают недоделанный продукт и садятся в очередной раз за свой говноконвейер, выпуская потом Battlefield 5, после которого уже точно надо было расформировать всю студию. Но опять же, этого никто не сделал. У меня есть конспирологическая теория на эту тему. Помните того чувака, который сказал, не нравится Battlefield 5, не покупай. Это был вице-президент компании Electronic Arts Патрик Сёдерлунд. А знаете, кем он работал? До того, как занял столь высокий пост в компании Electronic Arts. Он долгие годы был начальником студии DICE. Изначально он, конечно, был начальником студии Refractor Games, которую купили DICE, а потом там пошли некие манипуляции. Всё же надо выпустить историю серии Battlefield, потому что там такая история, пацаны, это... У вас полностью поменяется мировоззрение вокруг студии DICE. Да, он был раньше главой студии DICE. Именно этот человек продвинул в начальство Electronic Arts идею о том, что «А чё это мы тратим деньги на всякие движки Refractor? А чё мы тратим деньги на движки, которые использует компания Criterion?» Самое смешное, что у них собственные движки для Paradise были и Hot Press U 2010 года. У FIFA был свой движок собственный. Но этот человек продвинул идею, слушайте, я раньше был начальником такой клёвой студии, которая называется DICE. они сделали самый крутой движок на планете Земля. Давайте мы откажемся от всех движков и будем использовать только движок моих старых подчинённых. Чувствуете, вот чё-то запахло какой-то вот не очень чистой схемой. Имея огромное количество акций Electronic Arts, имея большое влияние, будучи вице-президентом компании, он просто крышевал DICE, чтобы их никто не трогал. Никто. Потому что, вспомните все случаи. Разработка Mellow Honor Warfighter, DICE LA требует помощи у DICE Швеции, те, вместо того, чтобы предоставить нормальную документацию к их движку помочь. С точки зрения разработки начинают их тупо булить. И после провала Mellow Honor Warfighter обвиняет в этом не DICE Швецию, которая просто отказывалась помогать при разработке, а как бы расформировывает студию Danger Close, и потом её называют как бы DICE LA, набирают туда новых людей или старых людей из DICE. И вот так вот всегда провалился Hardline, опять разработчики жалуются на Frostbite, но шишка падает на Visceral Games, а не на DICE Швеции. И это продолжалось очень долгие годы. Да, он ушёл, до сих пор держит огромное количество акций Electronic Arts, но вы понимаете, мне кажется, другим акционерам Electronic Arts уж четвёртый провал подряд батлы, ну, он точно не нравится, потому что продаж нет, оценки плохие, все хейтят и какое-то безумие происходит. Я надеюсь, что батлу отдадут Ripple Effect Винсенту Зампеле, потому что эти люди в течение долгих лет доказали то, что они с этим материалом, с этой франшизой обходятся очень аккуратно. Даже посмотрите на их Portal, несмотря на то, что он в данный момент сломан, Portal это хороший момент во всём 2042. Посмотрите, что Ripple Effect, они ж до SLA сделали с Battlefield 4. посмотрите, как они из пустой игры без контента сделали из Battlefield 1 конфетку. Вот, правда, они толком не работали над Battlefield 5, и это прям очень сильно заметно и бросается в глаза, но в целом, Dice LA, Ripple Effect, Винсент Зампелло, эти люди могут с батлой что-то сделать. А шведы пусть делают продолжение своего вот этого Шрека, который был одной из самых позорных игр за всю историю студии Dice. Потому что эти клоуны даже шутер мультиплеерный за три года нормальный сделать не могут. Как показывает практика, типа, да, у нас продюсеры меняются, какие-то мелкие разработчики приходят и уходят, а вот люди, которые ещё сидят со времён независимой Dice, сидят там так крепко, прям зубьями вцепились в свои кресла. Знаете, когда я слышу какую-нибудь новость в стиле Electronic Arts закрывает студию в Вестфуд, у меня начинает гореть, потому что Red Alert 2 лучшая стратегия на все времена. Когда я слышу новость, что Danger Claw закрывают, Visceral Games закрывают, меня горит. Когда, типа, автор Burnout, создатель для студии Criterion из-за конфликтов с Electronic Arts уходит из студии и после этого происходит расформирование студии Criterion у меня горит. Но когда Том Хендерсон у себя в Твиттере написал, что Electronic Arts будет прикрывать студию DICE, я реально рад. Эти люди не смогли сделать ни одной нормальной игры за последние восемь лет. Слушайте, я начинал канал, когда DICE еще делали хорошие игры. Я надеялся, что следующие игры будут гораздо лучше, а они с каждым разом все хуже, хуже, еще раз хуже. Я, если честно, это вот... Можно просто просмотреть эту тенденцию по роликам на канале. Я надеюсь, что сама франшиза Battlefield попадет в хорошие руки DICE LA Винсента Зампелла, потому что в этих людях, я уверен, они долгие восемь лет чинили все косяки, которые плодили за собой шведские DICE. Я, конечно, не знаю, что там требовали Electronic Arts в плане того, что они хотят увидеть в 2042, но я точно могу сказать, что студия DICE наглухо оторвана от реалии рынка жанра шутер и оторвана от собственных фанатов, потому что, извините, одно дело, когда вы игнорируете тупо фанатов и делаете что-то, что находится сейчас в тренде, но когда вы в 2021 году радуетесь тому, что у нас в игре появилась кастомизация, но это очень странно, вы радуетесь тому, что вы добавили специалистов вместо классовой системы, у которых есть уникальные способности. Это круто звучит, если на дворе 2015 год и ваша игра выходит как конкурент Овервотчу и Блэкопсу 3, которые совместно там Близзард и Трэйардж делали. Но когда вы это выпускаете в 2021 году, когда все поняли, что как бы это довольно специфическая тема, она не подходит триплэйм, мультиплеерным шутерам типа Колды и Батлы. Ну, как бы Колда сама же и похоронила эту идею в себе, потому что многим она не понравилась, она не работает в жанре, по крайней мере, арена шутеров а-ля Call of Duty. Но это было ясно, что это не будет работать в Баттлфилде, потому что у нас половина специалистов дублируют тупо специалистов из Блэкопса, который рассчитан на зарубы 6 на 6. А тут как бы зарубы 64 на 64. Поэтому DICE оторваны от реальности, оторваны от реалии рынка, оторваны от фанатов, и поэтому с катертью всем дорожка. Надеюсь, они уйдут все в мобильные игрушки, будут вместе с этим Фавзи делать Кэнди Крэш какой-нибудь 2.0, и все будут счастливы. А DICE Лэй, Винсен Зампелло, пусть возьмут в свои руки Баттлфилд. Какой-то... На самом деле этот ролик планировался как маленький новостной выпуск, но я подумал, а давайте это бахнем подкастом, потому что накипело, чуть-чуть накипело. Думаю, на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, увидимся на поле боя. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok